Реабилитационный центр для инвалидов созвездия в Самаре работает не первый год. Здесь восстанавливают здоровье пенсионеры. Семья Лурдугиных второй раз по путевке приехала в пансионат. Все нравится. Лечение, питание, досуг, внимание. Все на высоком уровне. Слышали, что скоро получить социальную помощь будет проще. Хороший учет здесь. Назначения делают, процедуры медицинские, уколчики делают, физиотерапию, физкультуру лечебную. Теперь все это станет доступнее. Сегодня с рабочим визитом в Самарскую область приехал директор благотворительного фонда «Старость в радость» Александр Шкребела. Проверить и обсудить, как сейчас идет внедрение и развитие новой технологии системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Это подход, который обеспечивает людям, нуждающимся в уходе и утратившим способность к самообслуживанию, достойный уровень жизни и максимальную реабилитацию, а также обеспечивает поддержку их семьям. Надо наладить взаимодействие различных участников, в том числе органов соцзащиты и здравоохранения, для выявления потребности конкретного человека в помощи. Предлагаемая регионом концепция приятно удивила московских экспертов. Конечно, человек вправе отказаться от этой помощи или отчасти этой помощи. Это нормально абсолютно. Но человек должен знать, что такая помощь ему положена, что он имеет на это право. Это очень сложная технология, которую необходимо реализовать. Очень сложная технология по оказанию помощи людям. И вот здесь, в Самарской области, я очень рад, что эта технология начинает развиваться. Я надеюсь, что через три года тот объект, в котором мы с вами находимся, уже будет совершенно иным. И этот объект действительно будет уникальным для России. В первую очередь в ближайшие годы построят дополнительные жилые корпуса, отремонтируют коттеджи, благоустроят территорию. Тот потенциал, который есть у этого учреждения, он используется не в полной мере. Мы сейчас анализируем, по сути, работу каждого учреждения. Мы на каждой территории должны определиться и понять, жители этого муниципального района или города, где какой вид услуг будут получать. Нам нужна, по сути, почти шаговая доступность, для того, чтобы это было удобно всем. Поэтому мы сейчас рассматриваем вариант, концепцию того, как наиболее оптимально использовать возможности и условия вот этого учреждения. Проект долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми стартовал в России два года назад. Пилотных регионов 13 в этом году к ним присоединилась и Самарская область. На первом этапе новая система внедряется в двух пилотных районах, больше Глушицком и Приволжском. Затем постепенно будут подключаться и все остальные. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.